Благодать в невзгодах Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога. И сказал ему, не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе. И Саул, отец мой, знает это. И заключили они между собою завет пред лицом Господа. И Давид остался в лесу, а Иоаннафан пошел в дом свой. И пришли Зефеи к Саулу в Гиву, говоря, вот Давид скрывается у нас в неприступных местах в лесу, на холме Гахила, что направо от Иесимона. Итак, по желанию души твоей, царь, иди, а наше дело будет предать его в руки царя. И сказал им Саул, благословенны вы у Господа за то, что пожалели о мне. Идите, удостоверьтесь еще, разведайте и высмотрите место его, где будет нога его, и кто видел его там, ибо мне говорят, что он очень хитер. И вы смотрите и разведайте о всех убежищах, в которых он скрывается. И возвратитесь ко мне с верным известием, и я пойду с вами. И если он в этой земле, я буду искать его во всех тысячах иудиных. И встали они и пошли в Зеф прежде Саула. Давид же и люди его были в пустыне Маон, на равнине, направо от Иесимона. И пошел Саул с людьми своими искать его. Но Давида известили об этом, и он перешел к скале и оставался в пустыне Маон. И услышал Саул, и погнался за Давидом в пустыню Маон. И шел Саул по одной стороне горы, а Давид с людьми своими был на другой стороне горы. И когда Давид спешил уйти от Саула, а Саул с людьми своими шел в обход, Давиду и людям его, чтобы захватить их. Тогда пришел к Саулу весь ним, говоря, поспешай и приходи, ибо филистимляне напали на землю. И возвратился Саул от преследования Давида и пошел навстречу филистимлянам. Посему и назвали это место села Гамак-Кликов. Размышления, часть первая. Дружба среди невзгод. Первая книга царств. 23 глава с 15 по 18 стих. Автор первой книги царств уделяет немало времени теме дружбы Давида и Иоаннафана. Важно помнить, что у Иоаннафана могла бы возникнуть обида и злость на Давида. И в конечном счете и на Бога. Ведь это он, Иоаннафан, должен был быть наследником трона Саула. Вместо этого Иоаннафан решает поддерживать, ободрять Давида и, несмотря ни на что, оставаться на его стороне. Настоящая дружба, как у Давида и Иоаннафана, благой дар, который Бог дает нам, христианам, по мере возрастания в вере, любви и поклонении Христу. Мы спасаемся только по благодати и только через веру в Иисуса. Но когда есть такие друзья, как Иоаннафан, которые ободряют нас и могут молиться за нас и вместе с нами в тяжелые моменты жизни, ходить перед Богом гораздо легче. Если у вас хотя бы один человек, которому вы подосчетны и который постоянно молится с вами и за вас, особенно в трудные времена, старайтесь при всякой возможности работать над своими отношениями с людьми и развивать их. Размышления, часть вторая. Поклонение среди невзгод. Первая книга царств, 23 глава, с 19 по 28 стих. И вновь Давида предают его же соплеменники, на этот раз жители Зифа. Также из колена Иудина. В Псалме 53 Давид вспоминает об этом. Среди притеснений, опасностей, перед лицом смерти он не перестает восхвалять Бога. В словословии Давид вспоминает благость Божью и его дела. Таким образом, Бог дает нам благодать, чтобы мы могли славить Его и поклоняться Ему среди невзгод. Помните, что Бог не станет ограждать нас от семиминутных испытаний. Но через крест и кровь Христа Он избавляет нас от самой главной проблемы – вечного разделения с Ним. Бывают ли у вас такие моменты, когда вам трудно славить Бога и поклоняться Ему? Помните, что хвала – это благодать, которую Бог дает нам не только в хорошие, но и в тяжелые времена. Молитва Отец Небесный Проходить трудности нелегко, Но спасибо за надежду и тюшение во Христе И благодать настоящей дружбы и поклонения. Пожалуйста, пусть Святой Дух укрепляет меня И продолжает преобразовывать в образ Христа. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует...